АЛЛО 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 Да Здравствуйте, вам звонок из Трусбанка Русских Стандарт, это служба финансового контроля Город Москва, Татская 36, зовут меня Загидулина Гульнара Эльдарна Скажите, пожалуйста, Кузнецова Дмитрия Евгеньевича, я могу услышать? Только после того, как вы разборчиво назовете свои данные, фамилию, имя, отчество и откуда вы звоните? Загидулина Гульнара Эльдарна, вы не расслышали? Да, вы не въятна сказали И откуда вы звоните? Город Москва, Татская 36 Что там находится? Служба финансового контроля, город Москва, Татская 36, я еще раз повторю свое имя и фамилию, а меня зовут Загидулина Гульнара Эльдарна Я могу услышать, что отмечать? Служба финансового контроля, чего, зачем? Банк Русский Стандарт Теперь полная информация, да, это я На данный момент от лица банка я готова вам предложить на очень выгодных условиях решить вопрос о оплате заключительного требования Дмитрия Евгеньевича У вас имеется кредитный договор у банка Русский Стандарт Это карта визы Голд Золото По данному кредитному договору вам банк сформировал и выставил заключительное требование, где вам необходимо оплатить сумму долг одиновременным платежом На сегодняшний день, данная сумма у вас состоит из суммы в размере 814 тысячи 265 рублей 15 копеек Вам не устойка за просрочку оплаты в день, начисляется 682 тысячи 30, извините, пожалуйста, 682 рубля 32 копейки На данный момент, доктор, с банком у вас, а не закрыт Скажите, пожалуйста, с какой причиной оплаты вы не производите? Что у вас случилось? Вот знаете, в чем беда-то ваша? Вы не даете... Вы выкладываете какое-то море какой-то непонятной информации Не даете ее осмыслить и тут же задаете вопросы в лоб, на которые один нормальный человек, здравомыслящий, не боящийся вот этих цифр, не сможет ответить Прежде всего у меня есть условия Коль вы промолвились об окончательном требовании, которое сформировано и, как вы утверждаете, выставлено Я хочу его увидеть на бумаге На каких законных основаниях была начислена неустойка в размере, превышающем 400% от тела кредита? Это раз Не просто ваши голословные заявления Гульнара, не помню, как там ваше дальше отчество Можете просто Гульнарой Спасибо Вот, понимаете, да, мою позицию? После этого я буду готов поразмышлять над тем вот самым документом, о котором я сейчас вам говорю И вы мне, кстати, о нем говорили Я надеюсь, вы о документе говорили, а не звуках, которые вы просто выдаете Потому что преподнесли вы вот эту информацию в формате того, что вы официальное лицо, представляющее официальное учреждение, банк И официальное учреждение с гражданами Российской Федерации обязано общаться официальным тоном, официальными способами Я выбираю письменный формат общения Это совершенно законно И вот когда у меня будет на руках окончательное требование Присланное мне по почте России На тот адрес регистрации, который я указал в договоре в кредитном Либо на другой адрес Нанимайте детективов Выясняйте, я вам не обязан сообщать ничего Прошитая, не скреплена с цеплером, а прошитая, проклеенная с печатью банка Выписка Расширенная выписка А всех моих движений по данному конкретному счету А не по привязанной карте К этому счету После этого Только лишь я начну размышлять Есть ли мне смысл Какие-то взаимодействия Вообще начинать С организации под названием Русский стандарт Вам позиция моя понятна? Мне все понятно, Дмитрий Евгеньевич Вы сами прекрасно понимаете То, что вы должны сами подъехать в отделение банка Понимаете? И взять это уведомление Вам выдадут Основания Вам выдадут в отделение банка Все то, что вы просите То есть Я должен усложнить себе жизнь, да? Начнем с того, что я должен поехать куда-то Видите ли, потому что банку не хватает денег Видите ли, потому что банк Начислил более 400% Каких-то там своих неустоек Понимаете? Услышав эту цифру Любой, еще раз повторю, здравомыслящий человек Рассуждающий здраво Понимающий хоть немножечко что-либо А я понимаю далеко не немножечко Я юрист И практикующий юрист В частном порядке Никуда я не поеду Если банку что-то от меня нужно И банк считает себя пострадавшей стороной А именно Понес какие-то убытки По его мнению Хотя убытков никаких На тот момент, когда я прекратил Все взаимоотношения с банком Я выплатил уже Порядка 150% От взятой суммы И у меня есть на это Свои доказательства Почему-то мне хочется верить Я точнее уверен Что банк ни в какой суд не подаст А только через суд В нашей стране Какие-то справедливые моменты Устанавливаются И если существует пострадавшая сторона А ей, я считаю, банк, а не себя Пускай А эта вот сторона Проявляет инициативу И борется за свои Какие-то там средства И потом мне выставляет Издержки, которые она понесла При формировании исковой претензии И я буду выплачивать Если на это мне Скажем так Будет вынесено решение Судебное А ни в коем случае Ни какой-то там голос из трубки Который даже доказать Объективно не может Что он звонит из банка А вы как хотите, Дмитрий Евгеньевич Чтобы я вам доказал Что это звонок Да ничего я не хочу Чтобы вы мне доказывали А почему тогда так говорите? Я констатирую факт Еще раз повторяю Ваши утверждения Для меня никаким образом Никаким образом Вообще меня не волнуют Я вам Чисто гипотетически Предположил, что вы из банка Если вы из банка И если вы сотрудник Полномочный Какие-то действия делать Имеющий на это Какие-то возможности Пожалуйста Передайте в банк Я говорю об этом уже Не в первый раз И не в десятый даже А наверное В сто двадцать первый раз Вот эти мои требования Совершенно законные Обоснованные Передайте В юридический отдел И если вам любопытно Мое мнение Объективное Если вы хотите Вступить со мной в спор А не просто говорить По методичке Пригласите к телефону Юриста С вашего банка Человека Имеющего Юридическое образование И практикующего И мы с ним поговорим Кто составляет Такие договоры На основании которых Можно предъявлять Гражданину Кабальные условия Кабальные Это термин Юридический На основании этого термина Любой договор В суде Может быть Расторгнут По признакам Кабальной сделки Есть у вас рядом Юрист Если вы в банке Сидите Если вы в банке Сидите Я не могу Сейчас позвать Телефон Юриста Банка По какой причине По какой причине Он у вас один На весь банк Или вас допускают К разговору С людьми Не давая вам Определенных знаний Некомпетентных людей Дмитрий Евгеньевич Юрист не сидит На нашем отделении Понимаете Ну это проблемы Очередные у банка Тогда просто Запомните Или что там У вас разговор записывается Либо запишите Передайте Вот это Тому Кому нужно передать Кто принимает решение Отстать от человека Или продолжать Долбить его Можете написать комментарий Человек юрист Человек разбирается Во всем лучше всех Нас вместе взятых Человек не будет Ничего платить Уверен в своей позиции Потому что давным-давно Все заплатил Человек смеется Над неустойкой Которую выставил ему банк Человек уверен Что он не будет платить Потому что банк Никогда не пойдет С такой претензией В суд А если банк Не пойдет В суд То значит Нет и официальной Претензии Значит и нет Никакого Долга Проще говоря По-человечески Банку не нужны Эти деньги И банк надеется На незнание И страх клиента Что глубоко Должно быть Стыдно Банку За шуточки Дмитрий Евгеньевич Вы ошибаетесь Что банк Не подаст Данный договор В суд Хорошо Не продолжайте Я буду очень рад Если у меня будет Выставлена Социальная претензия И искова Что сделает Суд зафиксирует Долг перед банком Дмитрий Евгеньевич Вам придется Оплачивать сумму Долга Одиновременным платежом Это на каких Таких законных Основаниях Вы почему Бред несете Еще больше С каждым словом Я тебя больше и больше Убежаю Что вы не банкир Вы не из банка Звоните Ну да А что еще оставалось Только слиться Друзья Это Кузнецов Дмитрий Для тех Кто не понимает Я действительно Всю ситуацию Через себя провел Прежде чем Предлагать ее людям Так же точно Банкиры Меня мучили И я платил Неизвестно за что И никак Несмотря на Неизвестно за что И как Искал деньги Отдавал последнее Да Не смейтесь Не улыбайтесь Действительно Я юрист Я занимался Таможней Очень долгое время И не разбирался В банковском секторе Для того Чтобы начать Это все предлагать Я какое-то время Назад Действительно Сел Во всем Разобрался И испытал Все это на себе Не только По русскому стандарту И по Сбербанку И по банку открытия И по тому самому Связному Который приказал Долго жить Вот И только после этого Я стал работать Уже В формате Предоставления услуги Платной Как устроена наша работа Что мы для вас делаем Вы можете посмотреть На нашем сайте Ссылочка на сайт В описании Этого ролика Там есть видео Где я рассказываю Как устроена работа Моей организации Что мы для вас делаем Как специалисты Нашей организации Будут работать В вашем отношении Чтобы привести вас К ситуации Когда вы никому Ничего не должны Либо привести вас К комфортному Действительно К комфортному Платежу Не буду на этом заострять внимание Посмотрите Поймете Сколько это стоит Почему это намного Выгоднее Чем платить Бесконечно В банк Все 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 Там по полочкам Рассказано В том числе И стоимость Наших услуг Написывается Значит Если вам понравился Этот ролик Отметьте это Поставив лайк Подписывайтесь На наш канал Если вы этого Еще не сделали Также есть В описании ролика Ссылочка на нашу Группу Вконтакте Там все ролики Дублируются Тоже пожалуйста Вступайте в группу Если вам это Интересно Нужно На связи Был Кузнецов Дмитрий Желаю вам Финансового благополучия Не бойтесь Никого Разбирайтесь Во всем Что с вами происходит Только тогда Когда разберетесь Делайте выводы И принимайте Взвешенные решения Счастья вам Здоровья Благополучия Как я сказал Финансово В том числе Здоровья До свидания Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok